Перхоть, как дела? Народный инородный депутат, как твои дела, Перхоть? Не трогай, не трогай меня руками, слышишь, убийца Сармата, ты за все ответишь, подонок, ты понял? За Сармата, за всех, кого ты сбил на дорогах, ты за все ответишь, за работу на Российскую Федерацию, разговариваю с тобой на том языке, который ты знаешь. Наемники это те, кто убили Сармата, ты убийца, провокатор конченый. Ты будешь гнить в тюрьме, ты упадешь со своей высоты полета на самое дно, и будешь доживать в каталажке, свои дни, ты понял? Ты ответишь за все, что ты сделал. Друзья, чему на Кацабске, потому что он украинский не понимает. Ну поспелкуйся, народный депутат, со мной украинскую мову, а? Народный депутат Украины, у которого российский паспорт. Рассказывай, слава Украине! Героям слава, нужно ответить. О, видишь, как подпалили тебе структуру, ты уже и героям слава почав кричать. А давай в Украине поспелкуемся, депутаты. Я с тобой поспелкуюсь, когда ты нормальным станешь человеком. Так я нормальным стану человеком, когда вы перестанете такими депутатами избивать людей, нищите Украину, а працювати на Российскую Федерацию. Ты лично убил, а я сейчас плиновнула. Лично ты убил. Оце провокатор конченый. Видите, друзья, что он делает? Он специально провокирует, чтобы... А теперь я скажу такую тему. Если государство сейчас не отреагирует на эту сволоту, на ему подобных, люди, понимаете, будет просто жопа. Пацаны повернутся, повернутся из войны, когда они это увидят и будут ощущать на себе, я не знаю, что может происходить. Поэтому у меня есть вернение до государства, до представителей государства, чтобы таких, как эта сволота и пидлота, сидела за гратами и отвечала по закону. Та это факт, я констатую факт, ты понял? Все знают, что оно замовило вбивого сармата, что оно продавало мастило неякісно на оборонпром, знищило больше 30 танков. Своё мастило продаёт Кацапам. Кацапы ему завозят отработку, с которой он делает мастило, продаёт на наш оборонпром неякісно, а Кацапам завозят неякісно. Ты что, говноедина? Что такое, панамарь? А вот и изуминка, Женечка, как справа, друг? Памятаешь 18-й рік? Вы будете памятать его навсегда, запамятаете. Да, да, да. Дякую. Збився. Збився. Найменцы, это те, кто убил сармата за твои гроши по твоему наказу. Тебе, мы из дома залишилися. Да. Что ты привечал врусню, тварина. Кормил врусню. Я, в принципе, все, что хотел сказать, озвучу. Вона тварь провокирует, слово закончено. Да, сейчас мы будем думать и делать все для того, чтобы узнать, чему его отпустили. Говноеда конченого. Вон оно, зазюминка с Женей, с адвокатишкой. Женя, его адвокат, за ким он зараз в машине. Это янаковский бандючок-адвокат, який после 14-го года приехал в Бердяц. Те бандючки, на кого он працювал, уехали в Белокамину, кацапом. А цей перебег до пана Маря и стал его особистым адвокатом, разом со своим братом. Вот вам, друзья, ФСБшна гнида, яка разграбовала Украину, яка знищила больше 34 танков, працювала с кацапами, встречала их, потому что приехала в Бердянь 23-го лютого, встречала, расселила, годовала их, ремонтировала их технику. Масли цей продавал им в окупованном Бердянске и передав хотим кацапам через своих ставленников в Бердянску все свое производство. Я Маджаров Андрей. Еще раз, можно? Что вы делаете? Желкова, иди провожу тебя. Я Маджаров Андрей.